Бюджеты выделены в 100 миллионов рублей. В связи с развитием этого района, влоением 1А1Б, этот детский сад будет очень востребованным, потому что он является одним из основных объектов социальной инфраструктуры на виду со школами. Поэтому надлежащее состояние этого здания и его соответствие с сегодняшним требованиям для города очень важно. Работы начались в январе этого года. Подрядчик выполнил демонтаж. Сейчас поднимают парапет по всему зданию. Будут заменены полы, инженерные коммуникации, положена новая кровля. Полностью обновлено внутреннее освещение. Большое внимание уделят пожарной безопасности. Также на территории установят видеонаблюдение. На участках построят новые веранды. В детском саду появится новый спортивный комплекс с футбольным полем, беговой дорожкой и малыми архитектурными формами. Работы завершат в августе 2019 года. Департамент по делам молодежи и спорта объявляет конкурсный отбор в детский центр «Артек». На летнюю смену с 20 июня по 10 июля приглашают шестиклассников. Портфолио принимают до 20 апреля. Путевки и проезд от Нижнего Новгорода до «Артека» и обратно бесплатные. Порядок формирования портфолио и отбора участников смены размещен на сайте ДМИС. Дополнительную информацию можно получить по телефону 6-71-79. В этом году в Сарове 4 человека написали тотальный диктант на 5. Это Татьяна Креницкая, Елена Мельцес, Юлия Молокова и участник под псевдонимом «Филоложка в тумане». Отличников просят связаться с заместительным директором департамента образования Владиславом Мухиным. Церемония награждения «Разбор ошибок» состоится в актовом зале гимназии номер 2 24 апреля в 18 часов. В этот день можно забрать свои работы и получить сертификат участника. Воспитанники станции юных натуралистов стали победителями и призерами 25-х всероссийских юношеских чтений имени Вернадского. По результатам стендовой сессии дипломом лауреата победителя награжден Сергей Кульков из «Кружка журавленок». В рамках чтений прошла вторая всероссийская конференция «Тропой открытий Вернадского». Призерами конференции стали Александра Кудакова и Анна Корочкина. В состязании, которое проходило в Москве, приняли участие более полутора тысяч школьников, представители 75 субъектов Российской Федерации и пяти стран мира – Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Курс доллара на сегодня 62 рубля 28 копеек. Курс евро 76 рублей 84 копейки. Сегодня в Саровой переменная облачность, днём воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Екатерина Опёнова, Служба информации. Здравствуйте, все, кто нас смотрит и слушает. У микрофона Екатерина Опёнова. Сегодня мы будем говорить о детской школе искусства. У меня в гостях директор ДШИИ Наталья Анатольевна Колповская. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель директора Софьи Алексеевна Сенек. Добрый день. Здравствуйте. Прежде чем мы начнём, попросили зачитать объявление. С 17 по 19 апреля на территории Российской Федерации проводится командно-штабное учение по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате природных пожаров и безаварильного пропуска весеннего половодия. Итак, давайте начнём про школу искусств. Что знаменательного в вашей школе произошло в этом учебном году? В этом году у нас было множество всяких мероприятий, интересных, конкурсов, фестивалей. Из последнего, наверное, можно выделить концерт, который подготовил коллектив детской школы искусств и который прошёл в Саровском драматическом театре, был посвящён 8 марта. Концерт получился замечательный, отзывы великолепные, и мы хотим его повторить. Но об этом мы попозже поговорим. Из фестивалей и конкурсов, наверное, можно выделить хоровые коллективы. Хоровые коллективы нашей школы в марте месяце съездили в город Арзамас на областной конкурс и завоевали там звание лауреата первой, второй и третьей степени. Коллективов было тоже три, соответственно. Хор «Родничок» руководитель Натальи Анатольевны Самсонова занял третье место. Хор «Ветер перемен» – это у нас хор старших классов, им руководит Ерофеева Анастасия Сергеевна, они заняли второе место. И хор «Копель» – это совсем у нас маленькие детки, которые к нам только пришли учиться, они у нас стали лауреатами первой степени. В начале марта был конкурс исполнителей народных инструментов, там тоже наши дети были очень достойно представлены. Много детей, сейчас всех не буду озвучивать. Хочу только сказать, что детей готовят у нас замечательные преподаватели Нина Алексеевна Фасонова, Надежда Константиновна Шустова. И дети приносят тоже нам дипломы, награды в школе. И, в общем, с удовольствием приходят к нам учиться. Если посмотреть новости на вашем сайте, практически каждую неделю какие-то конкурсы, фестивали, победа, победы. Да, очень мотивированные родители и дети, они с удовольствием ездят, участвуют, им это нравится, то есть они вошли во вкус. Конечно, не могу не сказать о хореографии. Хореография в этом году у нас просто на высоте. У нас два великолепных коллектива. Ансамбль танца «Маринсказ» руководителя Марии Александровны Яшкина и ансамбль «Сюрприз». Причем там две группы, младшая и старшая. Также они у нас успешно везде выступают. Лауреаты первой, второй, третьей степени. Множество конкурсов. Вот из последнего тоже в мартовские каникулы проходил областной конкурс «Смотр хореографических отделений детских школ искусств». Ансамбль «Сюрприз» у нас там стал лауреатом первой степени. Руководитель Марии Ивановны Смирновой. У вас есть ансамбль «Контемп»? Да. «Контемп» у нас, вы правы, абсолютно. «Контемп» также в мартовские каникулы съездил в Москву с Татьяной Ивановной Елагиной. Детки там участвовали в нескольких номинациях и тоже получили звание лауреата третьей степени, дипломантов. Ну, в общем, очень достойно. Родители и дети с удовольствием в этом принимают участие. Их это заражает, они шьют костюмы, они танцуют, они выступают. Есть такая даже дух здоровой конкуренции. А поездки кто-то вам помогает или родители сами оплачивают? У нас есть программа «Культура». По этой программе у нас есть ряд мероприятий, за счет которых мы возим детей на конкурсы. Да, это финансирует наша администрация, у нас Департамент культуры и искусства. И, в общем-то, часть поездок, естественно, за счет родителей, потому что не все поездки у нас могут быть профинансированы. А часть вот за счет программы «Культура». А что детям дает поездка на фестиваль куда-то вне Сарова? Возможность посмотреть на другие коллективы? Ну, конечно. Вы знаете, я думаю, что когда ребенок выступает на конкурсе, во-первых, он видит себя. Он, вернее, показывает себя. Он смотрит уровень других вместе со своим преподавателем. И, как правило, когда дети поучаствуют в одном конкурсе, они этим заражаются. И уровень следующего конкурса, уровень выступления следующего конкурса, как правило, возрастает. Потому что педагог понимает, в каком направлении нужно готовить дальше. Ну и, конечно, обмен опытом, знакомство новое. Это тоже очень интересно и полезно. А вот эти ансамбли коллектива, они в рамках какого-то класса? Или как вот они формируются? Ну, то есть, вот хоровое отделение, например, или джазовое отделение. То есть, какие-то дети с одного курса, какие-то с другого курса. И вот они все вместе образовали коллектив? Вы знаете, скорее, это по преподавателю идет. То есть, у нас есть преподаватель Мария Александровна Яшкина. Молодой, перспективный хореограф, которая пришла, которая работала в творческом коллективе взрослых детей. И занималась постановками танцев. Вот, собственно, она взяла... Тогда у нее был шестой класс, это было три года назад. И вот этот шестой класс, у нее не все дети там. То есть, она детей всех отобрала для себя, которые наиболее ей подходили. Естественно, у остальных детей учебный процесс идет. Но вот на конкретных детей она ставит танцы. И они все ровненькие, красивые, заинтересованы родители. Ну, и получается результат. То же самое ансамбль-сюрприз. Вот я уже озвучила, что есть старшая группа, есть младшая группа. Старшая группа – это наши выпускники этого года, семиклассницы девочки. Они у нас уже давно танцуют. А вторая группа – это четвертый класс, ну, собственно, подрастающее поколение. И есть преемственность, что тоже очень хорошо. Сказать так, что на базе, например, какого-то одного класса есть ансамбль, или на базе какой-то группы детей, то есть так нельзя вот конкретно. Это складывается из каких-то, может быть, обстоятельств и того, что задумал педагог. Ну, то есть у ребенка есть расписание, что вот сегодня у него такой-то предмет, завтра такой-то, плюс к этому еще репетиция вот в ансамбле. Суфи Алексеевна, сейчас, наверное, надо рассказать. Ну, в какой-то степени можно и так сказать, потому что есть дисциплины, которые для прохождения обязательно для всех детей, например, там, если мы сейчас затронули хореографию, то это классический танец, народный танец. Есть у них дисциплина под названием подготовка концертных номеров, где детей как раз вот формируют из детей N-ные группы, какая-то более сильная группа, которая, например, является каким-то конкретным ансамблем, какая-то менее сильная, которая все равно продолжает обучение, тем не менее какие-то свои получает знания. А вот если не брать конкурс и фестиваль, вы, в принципе, всех детей стараетесь занять в каких-то концертах, классных часах, выступлениях? Да, у нас есть проект «Учусь бесполезным обществу». И если ребенок играет неплохо, ну, естественно, совсем слабый, другую программу или слабого ребенка, мы, наверное, не будем выставлять. Но участие в концертах, вообще, наверное, 95% коллектива детей нашей школы участвует в мероприятиях. А есть дети, которыми вот в этом году вы особенно гордитесь? Ну, конечно, это наша звездочка Анжелика Доронина, которая у нас участвовала в проекте «Нуклай Китс». В январе был мюзикл, где она играла главную роль «Зимняя сказка». Сейчас она у нас прошла кастинг на «Синюю птицу». Готовится на фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Знакомые, очень престижные конкурсы. И, в общем-то, она активно гастролирует, активно занимается, ездит в Москву заниматься и с Фадиом, и с Анжеликой Анатольевной Ермаковой, естественно, это наши звездочки. Василина Доронин, простите, Василина Афонина, Мария Гусихина, Зо Золков, Илья. Лукин Илья. Лукин Илья. Даже мальчики. Мальчики. Это народное отделение, да. Дарья Лестратова, наверное. Дарья Лестратова. Ну, я сейчас... Да, в смысле, помогайте. Ну, хорошо, к Анжеле Дорониной мы еще вернемся. У меня есть вопрос про нее. Вот как раз к Дарьи Лестратовой подошли. Она в этом году, в 17-м году, приняла участие в проекте «Десять песен атомных городов». Для наших слушателей я напомню вкратце, что это за проект. Этот проект объединил исполнителей и музыкантов городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Летом к нам приезжала съемочная группа, вот конкретно в Саров, снимала такие видеоряды. Ездила эта съемочная группа по другим закрытым городам. И затем все это вылилось в десять клипов. И вот 17 марта был галоконцерт в Сарове. Нам выпала эта честь. Вот вы присутствовали на концерте? Конечно. Я присутствовала на концерте. Я присутствовала при записи этих клипов, потому что вот эта группа вместе с продюсером, которые приезжали к нам в город летом снимать и записывать эти клипы, они базировались на базе нашей школы, на базе детской школы искусств. Мы познакомились с Тимуром Ведерниковым, очень неординарная личность. И единственное, вот жаль, что это проходило все летом, потому что, как правило, летом у нас все разряжаются в отпуска преподаватели, потому что у него было очень много идей, и он готов там был и вибрафон записать, и саксофон, и гитару. Я говорю, ну, преподаватели сейчас в отпусках. Вот, а Дарья, она прошла вот этот кастинг. На самом деле, мы сначала, наверное, не до конца поняли, что это будет, что это вообще такое получится. Вот, и почему выбрали именно Дарью, потому что у нас очень много хороших вокалистов. Тоже как-то, ну, здорово, что ее выбрали, но на самом деле можно было бы еще кого-то выбрать. Потому что у нас есть звездочки, о которых мы вот только что с вами говорили. Ну, Дарья вообще получила, наверное, большой опыт, особенно опыт сценический, когда вот этот концерт проходил на базе нашего театра. Замечательное, совершенно позитивное мероприятие, такое очень, ну, я не знаю, масштабное, творческое. Я присутствовала в зал, просто пела вместе с этими артистами. А Дарья поделилась впечатлениями от концерта? Дарье тоже очень все понравилось. Ну, она вообще у нас, она и концертирует, и едет. Ну, и этот концерт, конечно, очень ей запомнился. И она с удовольствием принимала в нем, да, участие. На одной сцене с Алексеем Евгеньевичем Лихачевым. Конечно. Историческое событие. Вот как раз к Анжеле Дорониной, давайте вернемся. У нее еще были телепроекты в этом году, я так понимаю. Да, телепроекты пока кастинг только был. То есть она еще на съемки не ездила. Ну, вот я знаю, что «Синяя птица», она успешно прошла на «Синюю птицу». Что за «Синяя птица»? Вторая программа. У нас идет передача «Синяя птица», где выступают одаренные дети со всей страны. А, ну я работник радио и телевидения. Телевизионный проект «Синяя птица». Понятно. Еще был «Голос дети»? Нет, «Голос дети». «Голос дети» был давно, но на самом деле они до сих пор все общаются, у них есть туры концертные, они выступают, какие-то проекты совместные делают. То есть она постоянно, я говорю, ездит в Москву. Как у нее хватает времени на учебу и в вашей школе, и в обычной школе? Я думаю, что это организация. Организация и помощь родителей. Когда с ребенком все вместе делают родители, когда есть определенный режим, тогда ребенок все успеет. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о детской школе искусств. У меня в гостях директор ДШИ Наталья Анатольевна Колповская и заместитель директора Софья Алексеевна Сенек. Вот заканчивается учебный год, и наверняка уже у вас есть какие-то выпускники, которые далее пойдут в профессиональное училище искусств. Конечно, такие выпускники каждый год бывают. И в прошлом году, в прошлый год у нас был особенно урожайный, у нас было семь выпускников, которые впоследствии поступили в профильное учебное заведение, вот именно в области искусств. В этом году планируется пока четыре человечка у нас, которые хотят, которые вот думают, что это их призвание, хотят двигаться дальше в этой области. Это совершенно разные инструменты. Это и вокал, и фортепиано, и аккордеон. И девочка даже планирует поступать на держорское хоровое отделение. То есть такие дети есть, мы их активно готовим, делаем всё, чтобы они получили крепкую базу и впоследствии уже учились дальше. А какие города выбирают? Пока это ещё в намётках, скажем так. То есть, ну, ближайший Арзамас и Нижний Новгород, это понятно, но... Может быть, кто-то и в Москву, и в Санкт-Петербург. Может быть, планы меняются очень быстро, как показывает опыт. Давайте поговорим про набор на новый учебный год. Вот конкретно про бюджетные места для начала. Сколько детей планируется принять на бюджетное отделение? В данный момент у нас опубликованы на сайте контрольные цифры приёма. Эта цифра составляет 129 человек, которые мы точно планируем принять на будущий учебный год. Но мы прекрасно понимаем, что в течение летнего периода в любом случае происходит некоторый отсев по различным причинам. Дети переезжают в другие города вместе с родителями, переходят в другие школы, меняют там специализацию. Ну, различные самые причины. И поэтому в процессе приёмной кампании мы обязательно тех детей, которых мы по каким-то причинам не взяли, которым не хватило немножечко чуть-чуть баллов, чуть-чуть способностей, мы обязательно их оставляем в качестве кандидатов. И мы их предупреждаем, что в конце августа у нас могут появиться вакантные места, и эти дети обязательно попадут к нам в школу учиться. А какие отделения? Отделения... Мы ведём приём на все отделения, которые у нас в школе представлены. Это инструментальное отделение, различные инструменты, и фортепиано, и народные инструменты, баян, аккордеон, гитара, ударные, духовые инструменты, саксофон, ударные, опять же повторюсь. Это вокал, это новое отделение хорового пения, которое у нас успешно вот уже год реализуется эта программа, и мы вновь будем на неё принимать, продолжать обучение по этой программе. Это отделение хореографическое, это отделение архитектурно-художественное. На все эти отделения ведётся приём. А процент учеников, мальчиков, девочек в основном девочки приходит? Ну, наверное, нет. Какие отделения выбирают мальчики, какие девочки, ну, чаще? Ну, мы понимаем, что духовые ударные инструменты, это, конечно, чаще мальчики, баян, аккордеон тоже, поскольку этот инструмент тяжёлый и физически сложный даже для них. Понятно, что на фортепиано чаще идут девочки, вокал, хоровое пение девочки. На хореографию мы принимаем только девочек, так исторически сложилось. Опытным бытём определили, что мальчики на этом отделении, к сожалению, не задерживаются. В архитектурно-художественном отделении где-то, наверное, 50 на 50. А вот баян и аккордеон, это дома свои нужно иметь или вы выдаёте? Конечно, это оптимально, если инструменты есть дома, если такая возможность у школы есть, этот инструмент предоставить, мы обязательно это делаем. Но по большей части родители приобретают инструменты, что ребёнок имел возможность заниматься и дома, и в школе, и не носить этот инструмент на себе, потому что для ребёнка это очень тяжело. Как проходит прослушивание, собеседование, как это правильно называется? Отборочное прослушивание на разных отделениях по-разному, в зависимости от специфики. Например, как проходит прослушивание музыкантов. Приёмная комиссия приглашает абитуриентов, детей, которые хотят поступить к нам по одному в класс. У детей проверяются музыкальные способности, слух, ритм, память, эмоциональная восприимчивость. Также мы оцениваем физические данные, потому что для различных инструментов они тоже должны быть соответственными. Детям предлагаются небольшие задания на слуховой анализ. Кроме того, это испытание проходит в виде небольшой беседы, то есть могут быть заданы вопросы по поводу того, что ребёнок больше любит слушать, делать, во что играть, что читать. Такого вот плана собеседования. Да, что читать? Ну, если дети приходят уже повзрослее, такое бывает часто, да, конечно. То есть как бы широкий вопрос. Это важно, да, да. Мы определяем уровень ребёнка общий, интеллектуальный и общий уровень. Если мы говорим о хореографическом отделении, то здесь мы приглашаем, комиссия приглашает девочек уже по несколько человек, как правило, трое или четверо. У них проверяются физические данные, то есть гибкость, выворотность, шаг, прыжок. И эмоциональные данные, и в том числе музыкальные, музыкально-ритмические данные, поскольку ритм — это неизменная составляющая всё-таки хореографического искусства. А дети волнуются на собеседованиях? Как вы их успокаиваете? По-разному. Бывает по-разному, но мы считаем, что у нас замечательные преподаватели, которые к любому ребёнку имеют подход. И неоднократно были случаи, когда ребёнок в волнении, в слезах заходит в кабинет, а выходит оттуда счастливый, довольный, с улыбкой и прекрасно продолжает свой путь. А что при себе нужно иметь на собеседовании? Ну вот из документов? Как вообще происходит? Чтобы подать заявление, его необходимо или получить бланк. У секретаря есть возможность скачать бланк на сайте, но в любом случае его надо заполнить и принести непосредственно в наше учреждение. При поступлении на бюджетные места необходимо иметь вместе с бланком заявление копию свидетельства о рождении ребёнка, копию паспорта одного из родителей, это первые два разворота, и при поступлении на хореографическое отделение обязательно медицинская справка с отметкой об отсутствии упаканий к занятиям хореографическим творчеством. То есть справку нужно уже сейчас взять? Да, да. Справка необходима. Давайте поговорим про внебюджетное отделение. Вот, насколько я понимаю, у вас три направления есть. Раннее эстетическое развитие, архитектурный один год и ещё одно. Хореографическое. Хореографическое, да. Вот что дети изучают на каждом конкретном? Ну, отделение раннего эстетического развития. Это отделение, которое действует уже более 30 лет, оно такое традиционное. Здесь три дисциплины – музыкальная грамота, изобразительное творчество и ритмика. Количество лет обучения зависит от возраста ребёнка. То есть, если ребёнок приходит в три года, то программа рассчитана, соответственно, на три года, чтобы через три года он имел возможность поступить на основное отделение школы. Для четырёхлетних детей программа, соответственно, рассчитана на два года, и для пятилеток на один год. Кроме того, сейчас, вот в данный момент в школе реализуется программа подготовки, подготовительный год к поступлению на хореографическое отделение. Это те дети, которым на 1 сентября не исполнилось 6,5 лет. Поскольку вот этот возраст ребёнка 6,5 лет на 1 сентября – это требование, федеральное государственное требование к реализации предпрофессиональных программ, на которые мы ведём приём. И если ребёнок очень хочет, но по возрасту, к сожалению, не может, мы им предлагаем ещё годик у нас поучиться. И на этом отделении уже ведутся непосредственно дисциплины хореографической направленности. А потом его переводят без экзаменов на бюджетное отделение? Ну, в любом случае на предпрофессиональных программах должен есть отбор. Да, поэтому мы в любом случае ребёнка отсматриваем, потому что если, например, у него какие-то недостаточные, например, физиологические данные или, например, пришли дети, которые чем-то выделяются, то, конечно, приоритет будет отдан в сторону ребёнка более, скажем так, выразительного. Вот вы сказали, что в студии раннего эстетического… на отделении раннего эстетического развития занимаются с 3 лет. Вот приходят совсем маленькие детки, и они в классе, одни, без мамы. Как вообще? Есть сложности с такими именно малышами? Конечно, сложности бывают, потому что не все дети готовы к такому общению. В связи с этим мы обращаемся к родителям и всегда просим их, поскольку большую часть времени мы понимаем, что ребёнок проводят в семье, чтобы родители детей подготавливали к тому, что ребёнок придёт, может быть, в чужую немножечко атмосферу, но он будет там находиться в группе с другими людьми, там будут присутствовать преподаватели, будет проходить какой-то процесс, то есть чтобы ребёнок был подготовлен к тому, что будет происходить уже непосредственно на поступлении или на уроках. Понятно, что не всех детей получается раскрепостить сразу, может быть, это происходит постепенно. В сентябре месяце, например, для обучения, это очень специфическое время, когда кто-то плачет, кто-то хочет, кто-то не хочет. В любом случае, я повторюсь, подход, мы стараемся найти к любому ребёнку, и так или иначе всё благополучно происходит. А вот на внебюджетное отделение приём тоже сейчас происходит? Да, приём заявлений со вчерашнего дня у нас открыт. До 26 мая мы ждём тех, кто хочет у нас учиться, с заявлениями, с копиями документов. И то есть сами прослушивания будут уже после 26 мая? Да, сами прослушивания будут последнюю неделю мая. График будет на нашем сайте опубликован, можно с ним ознакомиться. И вообще вся очень подробная информация о программах, о сроках реализации этих программ, она у нас есть на сайте, вкладочка «Поступающим». Сайт Дэши и Саров. А если кто-то сейчас прослушает нас, до набор будет в сентябре, в октябре, можно будет прийти вот в начале учебного года? Как правило, детей на подготовительное отделение мы добираем достаточно свободно, но при условии того, что есть вакантные места в группе. Что касается бюджетных отделений, то здесь несколько всё сложнее, поскольку, как мы уже сказали, есть отбор, соответственно, есть конкурс. Этот конкурс у нас прожил на прошлый учебный год, точнее, вот на этот текущий год, достигал полутора человек на место. То есть конкурс есть. Но если такая возможность случается, мы, конечно, детей принимаем. У нас осталось немного времени до конца эфира. Вот расскажите про свой отчётный концерт в конце мая. 17 мая на сцене Саровского драматического театра состоится концерт «Яркие краски весны», в котором примут участие наши творческие коллективы, хореографические коллективы «Маринсказ», «Сюрприз», «Росинка», «Кантемп», солисты наши замечательные вокалисты Анжела Доронина, Василина Афонина, Мария Гусихина, Дарья Лестратова, хоровые коллективы «Родничок», «Беркана», наши преподаватели замечательные Андрей Владимирович Каплин, Виктор Борисович Серёжкин. Поэтому всех, кто не был на концерте 6 марта, мы приглашаем на наш концерт 17 мая в 6 часов вечера. Билеты уже в кассе. Можно приобрести на этот концерт. В кассе драматического театра. Это у вас постоянная практика или вот решили в этом году выступить в театре? Нет, на самом деле это у нас вторая такая практика. В прошлом году у нас прошёл сольный концерт Алексея Коломаева на базе драматического театра, на сцене драматического театра. С большим успехом зал был полон, и поэтому мы решили после вот нашего вот этого замечательного концерта, который был посвящён 8 марта, повторить его. Ну, уже в мае, там немножечко разбавить какими-то другими номерами, но основа будет та же. Так что всех, кто не видел, кто хочет посмотреть на наших замечательных детей, мы с удовольствием туда приглашаем. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях были директор детской школы искусств Наталья Анатольевна Колповская и заместитель директора Софья Алексеевна Сенек. Большое вам спасибо за беседу. Спасибо вам. В студии была Екатерина Пёнова, а в заключении нашего эфира я предлагаю послушать песню «Этот мир придуман не нами» как раз из проекта «Десять песен атомных городов». До новых встреч! «Десять песен атомных городов» «На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на» « absorption, отель на-на-на-на-на-на-на-на-на» « reserved cable Dip небезадinger» «Фотмен г. 연�umbра». За то, что только раз в году бывает май За блёплую зарю ненастного дня Кого угодно ты на свете обвиняй Но только не меня, прошу, не меня Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Придумана не мной, что мчится день за днём То радость, то печаль кому-то нельзя А мир устроен так, что всё возможно в нём Но после ничего исправить нельзя Этот мир придуман не нами Этот мир придуман не мной Этот фильм придуман не нами, этот фильм придуман не мной. Один лишь способ есть, нам справиться с судьбой. Один есть только путь, мелька, а не ней. Путь тучи разогнать нам трудно над землей. Но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Радиоканал Говорит Саров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова